Доброе время суток, мои дорогие, любимые, уважаемые, подписчики и гости моего канала тоже здравствуйте. Я вам сегодня утром уже говорила, что я пойду на ревакцинацию. Вот на я, живая. Никаких симптомов у меня нету, хотя прошло уже часов 8. Пока все прекрасно. Поэтому, кто желает, идите, делайте. Мне-то по работе надо, я не хочу лишний раз заболеть. Сейчас через месяц буду делать грипп, но это мое решение. Ой, да господи, этот лимон. А это ваше решение. Как решите, так и будет. Ну, о чем я вышла поговорить? Ну, я думаю, наша барня сегодня, скорее всего, выйдет в стрим. Ей надо собрать на работника деньги. Это раз. Что еще? А, еще. Алексей Кухня с Наташей делали рулет из кабачков. Ну, я надеюсь, что это вкусно, потому что все, что в него входило, это замечательно. У меня есть только маленькие заметочки и замечания. Я еще раз хочу сказать Алексею, что куриные это яйца и куриное яйцо, а яички у мужчин в штанах или у мальчиков. Вот это яички. А он все время куриные яйца называет яичками. Ну, а еще что я хотела Алексею сказать? Ну, видео благодаря Наташе, извините, получилось более-менее интересное, не брезгливое, но под конец я гляжу, дети не очень стали есть. Маленьким детям я говорю, что овощи не очень нравятся, грибы тем более. Ну, а что я хотела сказать? Алексей берет другой дурной пример со своей мамой. А именно что? Ему срочно надо 3000 лайков, тогда он снимет следующее видео вместе с Натальей. Видите, какой пример заразительный? Той деньги нужны, этот пока еще не просит. Но ему нужны лайки, 3000. Ой, вот я интересно думаю, у него подписчики, мамины, дай бог там десятка-полтора его ровесников. Им его кухня не нужна. Ну, а мамины подписчики все взрослые люди, я думаю, они все умеют готовить. Ну, это так, мелочи. О чем еще хотела поговорить? А, поговорить еще я хотела... Вспомнила о чем. Поговорить я хотела еще о нашей Женечке, да, Смирновой. Кто не знает, это дочь Быковой. Ну, это в прошлый раз изображала из себя психолога. Рассказ у нее был о детях, о воспитании и о всем остальном. А сегодня видео у нее, я работаю. Она прошла курсы, фрилансы. Она хочет работать на себя. Ну, это ее выбор, ее право. Только знаний не хватает. Надо учиться. И все-таки кто писал, что она пыталась или поступила в театральный, да, я думаю, теперь уже точно на это. Потому что она, оказывается, в прошлый раз, когда уезжала, она ездила на пробы в кино. Наша девочка хочет быть известной. Ну, не знаю, насколько у нее хватит таланта. Может быть, и хватит. Но при этом она хочет работать на себя. Она не хочет работать на дядю. Она не хочет стабильности. Она говорит, что сейчас в Ютубе, в Ютубе, извините, в интернете, на любой платформе можно заработать денег. Только она боится. Только закончила курс, она боится. Получится у нее, не получится. И она, самое интересное, она прекрасно понимает, что у нее подписчики, и вот это большое количество подписчиков, это подписчики ее мамы. Интересно, а как она простуденческую жизнь будет снимать? Для взрослых людей? Или все-таки у нее будет своя аудитория? Свои ровесники, кто будет ее смотреть? Вот если бы она начинала с нуля, я думаю, ей бы долго пришлось бы собирать подписчиков. А тут с маминого канала перекочевали к ней. Вот у девочки уже монетизация, вот уже и денежки капают. Только я думаю, что от того, что у нее есть столько подписчиков, у нее нет столько часов просмотра, чтобы ей подключили монетизацию. Потому что снимает она мало, снимает она короткие видео. Но это бог, это все наработается. Теперь я что хотела сказать? Еще я хотела сказать, опять она повторяется, как мама, она снимала салют. Тоже там была. Про что я говорила? Мои слова пророческие. Все дети хотят быть блогерами. Уже Саша посмеялась, как Женя назвала свой канал. Ей было очень весело и смешно. И они уже, Саша, Даниил, уже хотят, чтобы, как у нас будет канал называться, они уже готовы. То есть они ждут, когда им мама подарит определенные телефоны или камеры. И они будут снимать. Поэтому я вам сказала, мы скоро будем в Ютьюбе смотреть только семейство Смирновых-Быковых. Да, там уже вот эти на подходе, которые 9 лет, 7 лет, эти тоже уже хотят, 7-8 лет, уже хотят снимать. Дурной пример заразителен. Ну, нам повторили, у Жени в конце было то же самое, что мы уже видели у мамы. Фейерверк в честь развода. Ну, как-то так. Девочка, конечно, еще неопытная. Она еще не знает, что снимать, какой сделать контент, что будет интересно зрителям. Сейчас она все пробует. Ну, я надеюсь, у нее видео начнутся интересные, когда она уедет в Москву. По крайней мере, я на это надеюсь. Будет на что посмотреть. Как она учится, как она живет, чем она занимается. Но я не думаю, что это будет интересно ее подписчикам. Ну, поживем, увидим. Как говорила мама Жени Лукашина. Ну, еще что сказать вам. То, что я говорила, что Ольге дети, это тоже реквизит для съемок. Ну, по-моему, об этом все знают. Ничего нового я об этом не вижу и не сказала. Сейчас я опять вспомнила про Якова. Ну, потому что про Алексея рассказывала. Там Яков пробовал рулет. И вспомнила про Якова, который сидит в песке. С этим печеньем. И мама даже не забирает. Ну, видно маме все равно, что ребенок сидит в грязном песке. Наверняка он его трогает. Потом будет есть. Потом мама будет лечить ему гельминты. Потому что я не думаю, что там прям стерильный песок. Но, как говорят деревни, шире морда. Больше грязи, шире морда. Может быть, она по этому принципу живет. И еще на что я обратила внимание. Когда был салют. И после салюта они пошли домой. Я не знаю. Но там кто-то из детей так кашляет сильно. Ну, очень сильно кашляет. Я так и не поняла. Данила, что ли, кашляет? Кашель, конечно, нехороший. Мама, не знаю, лечит, не лечит. Или у нее все, может быть, так пройдет. У нее все так. И что еще хотелось сказать. После всех видео нашей Олечки. После стрима. После унижения Жени Б. После салюта в честь развода. Что-то Жени Б у нас не выходит. Не в стрим, не выдает видео. Наверное, обиделся. А там будет видно. Посмотрим, что будет. Поэтому на этом, я думаю, я буду с вами прощаться сегодня. Будет вечером стрим. Завтра будет о чем поговорить. На видео, я не знаю, уже время шестой час. Но пока у Ольги даже анонса нет. Будет видео. Я не знаю, что ей снимать. Вроде бы все видели. Гости пока не приезжают. Ну, на этом буду прощаться. Всех люблю. Всех целую. Насчет вакцинации подумайте. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Сделайте репосты. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok